Время новостей на телеканале Оркен Медиа. С вами Виктория Буханцева. Здравствуйте! Сегодня выпуски вы увидите. На новый лад поликлиники города реорганизуют в консультативно-диагностический центр. Там 4000 квадратных метров пустых. Мы планируем провести слияние двух поликлиник. Первый и третий. Идти до конца. Мама 14-летнего мальчика, который погиб на зоне отдыха 4 года назад, не собирается прощать виновных. Женщина добилась возобновления дела. Ну я очень долго стучала во все двери, у меня не получалось. События года в Балхаше начали готовиться к предстоящим выборам. Будут разъяснены основные тезисные положения предвыборной платформы партии Нур-УТА. Медицинские реформы поликлиники города будут реорганизовывать. На привычных местах останутся только участковые терапевты. Узкопрофильные специалисты будут принимать в консультативно-диагностическом центре, где разместится новая медицинская база. Все ли врачи получат работу и кто попадет в список пациентов, расскажем в следующем сюжете. Слухи о том, что третью поликлинику планируют закрыть, ходят уже несколько лет. Пациенты и персонал периодически живут в ожидании перемен. Все из-за того, что учреждения не соответствуют санитарным нормам, площади территории, которая еще и располагается в жилом доме, не хватает, чтобы уместить всех специалистов. И им приходится ютиться в маленьких кабинетах. В последний раз этот вопрос поднимали в начале 2012-го. Тогда третью поликлинику хотели сделать филиалом первой, а отдел распределить между двумя оставшимися амбулаториями. Но потом решили оставить все как есть. Почти 23 тысячи человек так и продолжали посещать привычные кабинеты. Сейчас придумали новую стратегию. По новому плану СВА номер один и три объединят. На местах останутся только участковые терапевты. Остальных специалистов разместят в консультативно-диагностическом центре, который откроют в здании нынешней детской поликлиники. О подробностях проекта нам рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев. Каждый из трех поликлиник по-разному укомплектован врачами. Везде по-разному есть свой набор узких специалистов. Где-то есть кардиолог, где-то его нет. Где-то эндопринолог, где-то его нет. Наши пациенты вынуждены ходить между поликлиниками, чтобы получить весь эффект необходимых услуг. Здесь в больничном городке есть здание детской больницы. Бывшее здание. Оно у нас пустует. По-моему, там процентов 20 площади заняты. Когда здание не эксплуатируется, оно ветшает. Это одно. Второе. Там 4 тысячи квадратных метров пустых. Мы планируем провести слияние двух поликлиник. Первый и третий. То есть сконцентрировать узких специалистов в этом консультативно-диагностическом центре. То есть попадая туда, житель города Балхаша, не выходя за пределы этого здания, может получить весь спектр услуг узких специалистов. Мы отдельно там выделим детское отделение. Отдельно будут принимать кардиологи, эндокринологи, лор-врачи и так далее. Третья поликлиника в связи с дефицитом площадей, они не могут приобрести оборудование. Его некуда ставить. Понимаете? Вот в чем дело. А на месте третьей поликлиники она будет сохранена. Мы увеличим там количество участковых терапевтов. Понимаете, если вот сейчас у нас к участковому терапевту прикреплено где-то от двух до двух, от двух тысяч жителей. Это достаточно большая нагрузка. Мы хотим сделать увеличить количество участковых врачей и уменьшить количество прикрепленного населения. Довести его до полутора тысяч за одним участковым врачом. То есть у врача будет гораздо больше времени для того, чтобы пообщаться с пациентом, со своим. И у него будет больше внимания сконцентрировано на прикрепленном населении. Здесь получается, когда консультативно-диагностический центр будет реализован, этот проект будет открыт, мы получается, здесь будет в Балхаши некий медицинский кластер. Эта реорганизация, она не подразумевает под собой сокращение каких-то врачей, тем более врачей или медицинских. Нет, ни в коем случае. Мы наоборот расширяем сеть медицинских организаций в городе Балхаши. И со временем мы будем приглашать дополнительно молодые кадры, чтобы увеличить количество врачей. К концу года мы получим уже порядка 16 служебных квартир. Это большое подспорье для того, чтобы привлечь сюда молодых специалистов, выпускников медицинской академии. При выделении средств местного бюджета мы планируем реализовать этот проект к концу года. Как только здание консультативно-диагностического центра будет отремонтировано и готово принять уже врачей, чтобы мы могли там разместиться, я думаю, это в течение месяца мы этот проект реализуем. А какие средства планируют выделять? Порядка 180 миллионов тенге. Сейчас дефицит по Балхашу составляет 10-12 специалистов. Если у нас получится привлечь больше, то это просто... На сегодняшний день мы планируем, что специалистов 16 по итогам года должны приехать сюда. Виктория Буханцева, Илья Стокебека, Форкин Медиа. Без срока давности. Мама мальчика, который погиб от удара током на зоне отдыха в поселке Чубар-Тюбек, добилась возобновления дела. Трагедия произошла в июне 2012 года. Подросток скончался после прикосновения к кондиционеру. В 2013 году дело закрыли за отсутствием состава преступления. И лишь в 2015 родительнице удалось добиться восстановления процесса. Подробности у Жанцаи Мусиной. Он говорит, я не видел, я шел впереди, Игорь шел сзади. И он говорит, когда крикнул, Кирилл, помоги, мне больно. Я, говорит, повернулся, а он на этом, вот на чем установлена вот эта железка, он висел на ней пальцами, его видно туда притянуло. Это интервью трехлетней давности. Родные погибшего мальчика заговорили на публику о трагедии весной 2013 года. Сам Игорь Дундуков погиб в июне 2012 года на зоне отдыха поселка Чубар-Тюбек. 14-летний подросток прикоснулся к старому кондиционеру и получил удар током. Медики, приехав спустя 50 минут, установили смерть. Но никто таки не предстал перед судом. Дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Кондиционер, который стал виновником кибели нашего сына, он был уничтожен. Как сама подсудимая уточнила, что якобы был этот домик взломан кем-то, и кондиционер был на улицу кем-то изнутри выдавлен. В общем, обращались везде, где только можно было, вплоть до аппарата президента, генеральной прокуратуры. Обойдя пороги разных инстанций, Ирине Дундуковой удалось добиться возобновления дела лишь летом 2015 года. Владелицы зоны отдыха предъявили обвинение не по статье причинения смерти по неосторожности, как изначально, а за оказание недоброкачественных услуг. Опоздавших медиков в числе ответчиков уже нет. Да и самой обвиняемой на первом слушании не оказалось. Хозяин данного зоны отдыха отвечает за технику безопасности на территории, где происходит обслуживание гостей и отдыхающих. Поэтому мы считаем, что она должна нести уголовную ответственность. Сегодня был первый процесс, он не состоялся, сама подсудимая Чепелева не явилась по неизвестным причинам. 10 февраля пройдет повторное слушание. Чем закончится история, пока неизвестно. Но мама-подростка настроена идти до самого конца. В памяти родных и друзей Игорь Дундуков навсегда останется 14-летним мальчиком. Тем самым, который всегда был улыбчив, побеждал на школьных олимпиадах и был любим всеми. В моей истории уже не будет хорошего конца. На сегодняшний день я бы хотела... Во-первых, у нас очень нераскачанная статья 269, которая в республике Казахстан. Был только один случай, в Уральске, по-моему. Второй случай наш. И я бы хотела, чтобы вот эта статья благодаря нашему делу как-то раскачалась, чтобы в дальнейшем люди не отчаивались, обращались, чтобы отвечали нерадивы им за свое бездействие. Жан Сая Мусина, Думан Колыбаев, Уркин Медиа. Думан Колыбаев, Уральск. А также в ходе приема, если проблемные вопросы, мы будем реагировать и решать. Единственное, я хочу акцентировать внимание, никаких благотворительных акций по линии партии Нур-Уртан мы не будем проводить. В рамках закона. Главный продукт социального хлеба в Казахстане больше не будет. С нового года выпуск льготных булок прекратили. Об этом объявили еще в конце 2015-го. Все из-за того, что республиканский бюджет больше не потянет субсидирование буханок, которое проводилось с 2009 года. За это время государство потратило около 8 миллиардов тенге. У нас в городе социальный хлеб выпускали только две организации. В день из их пекарень выходило больше полутора тысяч булок, которые распределяли по 16 торговым точкам. Фирмы покупали муку по сниженным ценам и реализовывали 600-граммовые буханки за 49,52 тенге. Тогда как у других поставщиков главного продукта он стоил 70 тенге. Сейчас в городе действует только такая отпускная цена. И нам было выделено социальной мукой в течение года, цены в пределах 49,52 тенге. Из республиканского резерва социальный хлеб не выделено, поэтому сейчас те предприятия, которые выпускают хлеб, они сами регулируют цену. И в продолжении темы. В городе возобновляют сельскохозяйственные ярмарки. В субботу торговцы по низким ценам будут ждать покупателей по старому адресу улица Язева, 2. Несколько недель площадь пустовала из-за морозов. Сейчас погода позволяет продолжить торговлю. Если столбики термометров и дальше не будут уходить далеко в минус, ярмарки выходного дня войдут в привычный график. И к другим новостям. В Казахстане не будет бэби-боксов. Специально оборудованные ящики для подкидышей планировали установить во всех медучреждениях страны до конца прошлого года. Но потом от этой идеи отказались. Международные исследования показали, что такие аппараты ведут к повышению числа отказников. Они не спасают жизни малышей, а наоборот губят. Кроме того, новая система нарушает Конвенцию о правах ребенка, а также статью Кодекса РК, где говорится, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье и знать своих родителей. Изначально спасительные ящики планировали вмонтировать в здание роддомов. Стоимость одного – около 6 тысяч долларов. Мать, которой ребенок оказался не нужен, могла оставить его там. В контейнеры поддерживается необходимая температура. Через 30 секунд после того, как малыш оказался внутри, дверца блокируется, и дежурный врач получает сигнал. Так, власти рассчитывали спасти жизни детей, которых нерадивые мамаши бросают на улицах, в туалетах и мусорных контейнерах. К слову, в Балхаше за последние несколько лет был только один подобный случай. Осенью 2014 года в кустах на берегу озера полицейские нашли новорожденного мальчика. А в городском роддоме ежегодно насчитывается от трех до шести отказников. И обо всем подробнее. Причиной смерти беременной женщины в Караганде стал свиной грипп. Эту информацию подтвердила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дусенова. Сообщение о погибшей появилось в интернете несколько дней назад. Вчера карагандитские врачи опровергли эти данные, заявив, что пациентка скончалась от ОРВИ и бактериальной пневмонии. Но в конечном итоге стало известно, что беременная женщина стала жертвой штамма вируса H1N1. Это уже второй факт смерти людей от этого заболевания в Казахстане за этот год. По последним данным, сейчас в больнице республики с диагнозом грипп госпитализированы 165 человек. Та женщина, которая попала к нам в родильное отделение, она не прошла вакцинацию. Свиной грипп опасен. Как только начинаются симптомы гриппа, прошу всех обратиться к врачам своевременно. Такими были новости этого дня. Завтра мы подведем итоги всей недели. Какими событиями запомнились эти семь дней, узнайте из материалов наших корреспондентов. Завтра в 20.30. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин